Добрый вечер, уважаемые соотечники. Я хотел бы выступить сегодня по поводу катастрофы, которая произошла в городе Арыси. Вы знаете, что около города взорвался склад боеприпасов. Сейчас фактически весь город начал выдвигаться за пределы города. Люди в степи, кто как может на машинах уезжает. И в общем ситуация катастрофическая. И разные, скажем, сведения поступают, отрывчатые. Но мы видим видео, что люди просто находятся в степи, не получая должной поддержки. Мы на самом деле не первый раз сталкиваемся с различными катастрофами. В Казахстане. Но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что все эти катастрофы рукотворные. Они сделаны руками самой власти, самим Нурсултаном Назарбаевым. Притом эти проблемы накапливались годами, десятилетиями. И даже каждый раз мы получали сигналы. Я когда говорю мы, это все граждане страны. В том числе, в первую очередь, Назарбаев, правительство. Но происходило полное игнорирование. Собственно, сегодня такое игнорирование привело к катастрофе. Число жертв неизвестно точно. Но в первое время, как обычно, власть пыталась прикрыть эту информацию. Говорили, что жертв нет. Но мы сейчас получаем сведения, что жертв очень много. Счет идет на десятки. Какое-то количество убитых, раненых. И люди в спешке бросили свое жилье. Ну, очевидно, что скоро там начнется и мародерство. Мы можем наблюдать кадры, как ведет себя армия. То есть там наши военнослужащие полные паники, деморализованы. И кадры в социальные сети обошли, где солдат просто прощается со своими близкими. Это можно понять. Это молодой человек, который фактически полностью дезориентирован. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что это даже не война. Это катастрофа. И мы не видим четких действий, слаженных действий со стороны военных. Это просто нам лишний раз говорит, что как такой у нас серьезной армии нет. Что наша армия фактически только служит для подавления мирных граждан. Если завтра возникнет какая-то серьезная ситуация, наша армия не в состоянии защищать нашу страну. И не в состоянии, не только потому, что ими никто не управляет, потому что слабый дух, потому что наша армия реально дезорганизована, нет дисциплины. Ну вот, собственно, ситуация со взрывами это показывает. Я хотел бы вам следующую статистику дать. Она общедоступная. Вот, например, смотрите, в городе Арысии происходило не первый раз эти взрывы. Они происходили в 2006 году, 26 июля 2006 году. И во время взрыва погибло три человека. В марте 2009 года тоже произошли известные эти взрывы, склады боеприпасов. Тогда четверо погибли и 24 человека получили раны различной тяжести. И тогда же власти сделали заявление, что все эти взрывы произошли в результате нарушения норм хранения боеприпасов. Теперь в 2014 году тоже произошли взрывы, погибло два человека. В 2015 году на территории полигона тоже произошли взрывы, погиб один человек. И по заявлению официальных лиц, эта трагедия случилась во время утилизации боезарядов. Как видите, это не единичный случай. И очень серьезный сигнал был в 2009 году, когда погибло много людей. Но тем не менее, Назарбаев и его политическое окружение вывода из этого не сделало. Я хотел бы вам напомнить, что вообще эта проблема системная. У нас каждый год происходит затопление в одних и тех же районах. Каждый год. И люди как-то переживают, тонут, где-то месяц пошумят, и это проходит. У нас страшные экологические катастрофы повсеместно в нашей стране присутствуют. Усть-Камегорск, Тимиртау, Атрау. Народ жалуется, что выбросы с нефтеперерабатывающих заводов и с добывающих нефть компаний. Практически недавно в Атрау погибло огромное количество рыбы. И повсеместно это происходит. Люди гибнут, травятся и умирают потом медленной смертью в результате различных заболеваний респираторных, как в Алматы, например, где экологическая ситуация вообще находится на грани опаснейшей ситуации. И уже десятилетия эта проблема не решается. На самом деле, в свое время я Назарбаеву много раз говорил, вы свидетели моего выступления, когда я озвучивал, говорил, что это системные проблемы, их нужно решать. Но эта власть как была глуха, так и осталась, потому что она озабочена совершенно другим, она озабочена своими проблемами. Я имею в виду, когда власть, это Назарбаев лично, его ближайшее окружение. Власть находится фактически у членов его семьи, все остальные просто обслуживают его личные интересы. Это такая политика приводит к тому, что проводится экспо, азиады, универсиады. Вы сейчас знаете, что в Астане собираются строить мост гигантский и с различными там знаками помпезными. При этом, вы посмотрите, переименовали город Астану в Нур-Султан, улицы переименовали, на все находятся деньги. Есть протесты от матерей, их просто заболтали, наобещали и все утонуло. Теперь эта власть что делает? Просто повышает заработную плату полицейским, чтобы репрессиями задавить голос народа. То есть, Назарбаев не настроен никакие вопросы решать. Вы не должны ориентироваться на Такаева, который нелегитимный президент, который просто назначен Назарбаевым в результате фальсифицированных итогов выбора. Ну и, собственно, он, как министр иностранных дел, все, что он делал, ездил за рубеж и все время говорил, что надо дружить. В частности, вот с Россией говорил, 7 тысяч километров границ, у нас договор о вечной дружбе. Все, что он может говорить, это произносить какие-то слова высокопарные. Конечно же, это не тот человек, который в состоянии решать проблемы в стране. Или возьмем пример министра Оскара Мамина, который разорил железную дорогу в пользу, опять же, Назарбаева. Вы должны понимать, что никакие грабежи национальной кампании невозможны без прямого указания Назарбаева. Они грабят, относят основную сумму ему, и он позволяет какую-то часть оставить себе. То есть, все проблемы, которые сложились в стране, они длительные. Каждый день, например, в Камегорске или в Тимиртау, люди лечатся, получают по 100 тысяч тенге, умирают от рака или других болезней. Это, конечно же, не взрыв, но количество жертв огромное. Просто они спрятаны. Тихая смерть наших граждан. Уважаемые друзья, я хотел бы принести свои соболезнования жителям города Рысь. Сейчас там только по официальным данным проживает 45 тысяч человек, но вы понимаете, что на самом деле численность больше. Приезжащие населенные пункты города Рысь тоже будут фактически вынуждены отъехать. Это минимум 100 тысяч человек. Это минимум. В реальности будет значительно больше. должны покинуть свое жилье и государство должно выделить значительные средства. Но вы прекрасно понимаете, история всех предыдущих разных катастроф приводит к тому, что какая-то узкая часть просто каким-то образом в рекламных целях поддерживается, но основная масса бедствует. И поэтому, когда эти более 100 тысяч человек просто покинут свое жилье, сейчас в Южном Казахстане фактически наступит гигантский нарыв. Гигантский нарыв. И здесь нельзя говорить, что это какая-то техногенная катастрофа, которую никто не предвидел. Я вам просто привел статистику событий, которые уже происходили в Рысь. И таких у нас точек в стране много. И текущее руководство их не решает, не будет решать. Например, в Усть-Камегорске идут гигантские выбросы вредных веществ, и виновник основной это Кас-Цынг, владелец Нурсултан Назарбаев. Тимиртау, зимой снег черный, люди дышат фактически вредными выбросами, болеют. Кто владелец? Это тоже Нурсултан Назарбаев. Кто батарал в основном качает нефть в руках, это его зятя Тимура Кулебаева. Я таких примеров могу привести много. Мне сейчас звонили мои земляки из Южно-Казахстанской области или как нынешняя Туркестанская область спрашивает, что делать? Мы не хотим, что делать? Мы не хотим, Продолжение следует... Мы устали, мы не знаем, что делать. Эта власть нам не дает жить. Я им говорю, надо обедняться, надо выходить. Как может один человек с небольшой кучкой приближенных, которых 200 человек, которых всего лишь 200 человек, держать в страхе всю страну, держать в страхе 18 миллионов? Я сегодня опубликовал пост и видел, как около дороги сидел израненный человек, рядом проезжали сотни машин, которые убегали с места событий, проходили десятки людей, и никто не подошел, не помог этому человеку. Никто. Если мы не объеднимся, если мы хотя бы полмиллиона человек не соберем вместе, мы так и будем жить, бедствовать. Как же думать, что мы сами спасемся? Мы на самом деле усугубляем свое положение. И вы видите, если наши военные не знают, что в этой ситуации делать, если они не могут справиться с такими ситуациями, как они могут защитить нашу страну, нашу независимость? Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз призываю всех объединиться, помогать друг другу и добиться смены режима. В этом году я призываю вас кардинально решать эти проблемы. Кардинально. 6 июля нам необходимо выйти, нам необходимо добиться отставки шала, нам нужно решать эти проблемы. Арысь, Атрау, все региональные проблемы, проблемы с бедностью. Этот режим уже провалился давно, и нам нужно осознать, что молчанием мы сами себя загубим. Еще раз приношу свои соболезнования своим землякам, жителям Арыси, и желаю, чтобы вы решили эти проблемы, решили совместно, решили мы все вместе. Алга Казахстан.